Путин запустил в Европе процесс эмиграции. Все-таки ЕС это не военный блок. Да и зачем им это все? Угроза большой войны заставила многих жителей ЕС искать себе новые дома подальше от России. Угроза будущего военного конфликта, она на сегодняшний день является достаточно осязаемой, достаточно реальной. Первыми себя проявили поляки. На случай, если Путин нападет на Польшу, средний варшавский класс активно покупает недвижимость в Испании. Момент, связанный с климатом, относительной дешевизной по сравнению с другими странами. Плюс Испания характеризуется очень толерантным отношением к иммигрантам. Бюджет покупки, на которую рассчитывают поляки, 150 тысяч евро. Спрос на испанские квартиры растет с каждым кварталом. Клиентов в три раза больше, чем год назад. Они приходят и спрашивают, найдется ли жилье в Испании за 150 тысяч евро. С таким бюджетом это сложно, но возможно. Похоже, поляки испугались. Поскольку Польша активно перевооружается и, в принципе, превращается постепенно в такой, знаете, восточный форпост НАТО, участие населения, наверное, есть, ну, обоснованные, скажем так, опасения по поводу этой войны и нежелание в ней принимать какое-то участие, защищая в том числе свою родную страну. Они не очень спешат защищать свою страну. Воевать, на самом деле, не так много готовы. Почему? Потому что, ну, они привыкли много лет жить под вот этой, знаете, такой, таким зонтиком, скажем так, ядерным НАТО. И думали, что, как бы, никаких проблем не будет. НАТО и, в данном случае, Соединенные Штаты Америки их обязательно защитят. Вместо этого они ищут запасной аэродром в Испании. Там наиболее простые вообще требования к тем, кто приезжает. И, кстати, они распространяются не только на членов Европейского Союза, они распространяются, к сожалению, даже, например, и на отдельных представителей Российской Федерации, которые тоже массово после начала войны начали уезжать с России. О моральных качествах тех, кто готовится бежать, говорить не приходится. Это, конечно, ну, мягко говоря, не сильно патриотическая и правильная позиция. Почему? Потому что им надо, наоборот, готовиться, ну, если к войне, то готовиться в другом формате, да, на увеличивать армию, что они, в принципе, и делают, готовить, ну, там, усиливать, например, территориальную оборону, усиливать поддержку Украины в том числе. Но очевидно, что Польша начала всерьез воспринимать имперскую болезнь Путина. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе. Раньше с этого только смеялись, особенно из заявлений российских пропагандистов. Или, например, объяснить, что если будет Америка продолжать поставлять оружие, то, например, будет унесен удар по аэропорту в Польше. Но когда о возможном нападении России на НАТО заявил президент Польши, проблема с Путиным стала более реальной. Это очень реалистичный сценарий касательно вторжения на территорию отдельных стран Альянса. Единственное, что это не будет Финляндия и Швеция, скорее всего. Это, понятно, не будет Польша. Это, скорее всего, будут страны Балтии. На фоне подготовки Польши к возможному военному конфликту эмиграция поляков выглядит понятной. Это пока не превратилось, скажем так, знаете, в какую-то глобальную такую тенденцию для Польши. Но масштабы ее достаточно значительные. И уже, как минимум, польское правительство тоже на это должно, наверное, обратить внимание. Путин, скорее всего, ставит себе задачу посеять панику среди населения Евросоюза в том числе. Расчет в России на что? На то, что НАТО, конечно, начнет реагировать. Но оно начнет реагировать не в первые часы, даже не в первые дни этого вторжения. А потом можно будет резко сдать назад, сказать, что мы продемонстрировали, что мы хотели. А теперь вот давайте садиться и договариваться глобально о каком-то там глобальном договоре. И, похоже, средний класс поляков все-таки испугался. Интересно узнать, купили ли себе квартиры в Испании польские фермеры, которые блокируют украинскую границу.